Всем привет, на связи МК. Конечно, многим хочется иметь топовый игровой компьютер с Core i9 и парочкой RTX 2080 Ti. Но давайте спустимся с небес на землю. Самые массовые сборки сейчас редко стоят дороже 40 тысяч рублей. И дабы быть ближе к народу, в отличие от нашего правительства, мы решили собрать три ПК, на которых можно будет играть в современные игры, а их стоимость при этом не превысит среднюю зарплату по России. В этом видео мы будем рассматривать только новые комплектующие с гарантией, никаких Авито или Али. Советую досмотреть видео до конца. Мы будем действовать поступательно и дополнять нашу сборку с увеличением бюджета, соответствующими комментариями и разбором сделанного выбора. Поехали! Начнем с почти игрового компьютера за 20 тысяч рублей. Не будем лукавить, чтобы получить за такие деньги ПК, который потянет современные тяжелые игры хотя бы на средних настройках Full HD, вам придется нырнуть в пучину БУ комплектующих и серверных процессоров из Китая. Далеко не каждый на такое согласен, так что давайте посмотрим, какой максимум производительности можно получить в России за двадцатку. Денег отдельно на процессоры видеокарту с такой сборкой не хватит. Можно, конечно, взять двухъядерный Celeron с GT 740, но мы же не в косынку играть собрались, правда? Так что на помощь нам приходит APU Ryzen, имеющий как достаточно мощную процессорную часть, так и неплохую интегрированную графику. Наш выбор пал на Ryzen 3 3200G. Он имеет четыре ядра на архитектуре Zen Plus с частотой до 4 ГГц, а также интегрированную Vega 8 и стоит при этом дешевле 6000 рублей. И если к процессорной части вопросов нет, она точно справится с современными играми, то вот интегрированная Vega – самое слабое звено. Разумеется, ее придется разгонять и в лучшем случае получится дотянуть до производительности дискретной GT 1030, которая одна стоит почти как сам процессор. Дота 2, CSGO, World of Tanks и прочие онлайн-игры пойдут абсолютно без проблем даже в Full HD. Фанаты PUBG будут слегка разочарованы. Едва ли кто-то захочет окунуться в мир PlayStation 3 и поиграть в HD на очень низких настройках графики. А вот PUBG Lite рассчитан на более слабые видеокарты, так что пойдет здесь без проблем. Ну и разумеется, Vega 8 покоряет хиты прошлых лет. Та же GTA 5, Ведьмак 3 пойдут абсолютно без проблем, причем зачастую и в Full HD, и даже не с самыми низкими настройками графики. А вот с AAA-проектами последних пары лет все сложно. Конечно, хардкордным челябинским геймерам вполне хватит тех же 30 FPS в HD в Control, но все же стоит помнить, что ожидать высокой производительности от ПК по цене китайского смартфона точно не стоит. Как я уже говорил, Vega 8 придется разгонять, да и процессорной части живительный буст в пару сотен МГц лишним не будет. Так что нам, во-первых, нужен более-менее нормальный кулер, народный GAMMAX 200T за 800 рублей подойдет идеально. Во-вторых, нам нужна плата на B-чипсете с возможностью разгона, и осрок B450M Pro 4F тут в кассу. При цене ниже 5000 рублей мы получаем 4 слота под ОЗУ и неплохое питание процессора с радиаторами, так что дальнейший апгрейд возможен без всяких проблем. Что касается ОЗУ, то тут все просто. Две планки по 4 ГБ, с учетом того, что интегрированная видеокарта отъест еще 2 ГБ, это просто минимум и падать дальше некуда. Одними из самых дешевых, но при этом стабильно разгоняющихся до 3000 МГц, оказались планки Crucial, которые сделали нашу сборку еще на 2800 рублей тяжелее. Брать что-то еще проще смысла нет. Выиграйте от силы пару сотен рублей, но серьезно потеряете в разгонном потанцевале, а он вам важен, ибо ОЗУ выступает как видеопамять для Vega 8. Накопитель. Вот тут очень сложный выбор. С одной стороны можно взять жесткий диск на терабайт, чего хватит на пару десятков игр, но при этом система будет работать очень медленно. С другой стороны, даже чуть дешевле можно взять SSD на пару сотен гигабайт. Да, на него влезет от силы пяток игр, но зато система будет работать шустро, и в будущем можно докупить HDD. Мы решили выбрать второй вариант, так что в сборку пошел SSD Western Digital Green на 240 ГБ за 2500 рублей. С блоком питания тоже все сложно. Денег на платиновый Сеосоник, понятное дело, нет, но при этом брать корпусного шахида тоже не стоит. С учетом того, что вся сборка не съест и полторы сотни ватт, можно, конечно, остановиться на всяких FSP PNR, но мы рекомендуем доплатить буквально пару сотен рублей до Zalman Wattbit, он же XE на 500 ватт. Он имеет базовую защиту и к тому же реально способен отдать около 450 ватт по линии 12 вольт, так что в будущем видеокарту типа GeForce 1660 Super он вытянет без проблем. Стоит такой тихий труженик около 2300 рублей. Ну и остается около 1000 рублей на корпус. Вы, конечно, можете поселить своего бомжа в коробку из-под материнки, но все же лучше найти лишний косарь и взять самую простую жестянку, например, Exigate BAA-105. В него и наш кулер влезет, и выглядит нормально, и вентиляция на боковой крышке тоже есть. Переходим на уровень выше. Игровой компьютер за 30 тысяч рублей. Большая проблема любого дешевого ПК в том, что дополнительные комплектующие, такие как блок питания или плата, зачастую стоят дороже самого процессора, из-за чего развернуться особо негде. Но при этом такие компоненты без проблем выдержат и более мощные CPU и GPU, что позволяет при увеличении бюджета на 10 тысяч все деньги вложить именно в них. Грубо говоря, это фундамент, и на нем можно построить или деревянную хибару, или нормальный кирпичный дом. Какой процессор можно назвать лучшим для дешевых игровых сборок? Конечно же, это Ryzen 5 1600. Он имеет 6 ядер и 12 потоков, гонится почти до 4 ГГц, и при этом достаточно холоден, чтобы без проблем работать под простыми башнями. К тому же стоит он всего 7 тысяч рублей, Intel тут нервно курит в сторонке. К слову, не так давно в продаже появились модели с маркировкой AF вместо AE, и такие камни представляют собой фактические Ryzen 5 2600 с чуть сниженными частотами. Они базируются на архитектуре Zen Plus и выполнены по 12-нанометровому техпроцессу, в отличие от Zen и 14-нанометрах в предыдущей версии CPU. Так что если вам удастся найти Ryzen 5 1600 AF по той же цене, вы получите лучший разгонный потенциал и улучшенную работу с ОЗУ. Материнскую плату оставляем ту же, а срок B450M Pro 4F. В данном случае ее хорошие цепи питания пригодятся, как и 4 слота под ОЗУ. Ну и как мы уже говорили в начале этой сборки, кулер также можно не менять. Башенка GAMMAX 200T без особого труда способна отвести до сотни ватт. Разумеется, от интегрированной графики мы отказываемся, и на видеокарту у нас есть около 10 тысяч. И тут выбор просто и очевиден. Народная RX 570 на 4 гигабайта. Например, вот Асрок. Этот производитель только-только вышел на рынок графики, поэтому демпингует и предлагает отличные видеокарты по достаточно низким ценам. На что способна AMD RX 570 в современных реалиях? Да, на очень и очень многое. В популярных онлайн-проектах можно смело ставить максимальные настройки графики в Full HD и наслаждаться как минимум 60 фпс. Что касается тяжелых ААА-проектов, то и здесь она показывает себя неплохо. Так, в Borderlands 3 на высоких настройках можно рассчитывать на 45-50 фпс, а в более простой Rage 2 вам покорятся и заветные 60 кадров в секунду на ультра-настройках. В общем и целом, ближайшие пару лет вы можете без проблем играть хотя бы на средних настройках в Full HD. Это отличный результат для видеокарты за 10 тысяч. Что касается ОЗУ, то мы снова берем две планки по 4 гигабайта от Crucial. Да, при запуске особо требовательных современных игр придется останавливать ДДОС на Пентагон, ибо сборка у нас все-таки бюджетная и 16 гигабайт в нее никак не влезут. Зато, по заветам Ильича, мы смотрим в будущее. На плате 4 слота под ОЗУ, а значит всегда можно воткнуть еще пару планок памяти. С накопителями мы снова косплеем Буриданова Осла. С одной стороны, на 30 тысяч хочется чего-то большего, чем банальный SSD на 240 гигабайт. С другой, если взять к нему еще и HDD на терабайт, то придется урезать процессор или видеокарту, что в данном случае очень критично. В итоге мы решили оставить все как и было в сборке за 20 тысяч. Для начала пусть будет SSD Western Digital Green на 240 гигабайт, а дальше всегда можно сэкономить на обедах и купить или еще более емкий SSD или же HDD. Блок питания и корпус также не трогаем. Первый, как мы уже писали, и так взят с некоторым запасом под видеокарту. И RX 570 он вытянет без проблем. Что касается второго, то мы собираем бюджетный ПК, и денег на всякие стекла и RGB-вентиляторы просто нет. А мы переходим к тем, кто жирует. Игровая сборка за 40 тысяч рублей. Дополнительные 10 тысяч имеет смысл разбить пополам. Часть денег потратить на более мощную видеокарту и процессор, а часть на дополнительные комплектующие, которые никак не скажутся на производительности, но сделают работу за ПК куда комфортнее. Итак, процессор можно взять чуть дороже и мощнее. Это шестиядерный Ryzen 5 2600. Переход с 14-нанометровой архитектуры Zen на 12-нанометровую Zen Plus позволил на пару сотен МГц поднять частоты и слегка ускорить кэш. А с учетом того, что разница по цене с Ryzen 5 1600 зачастую меньше 1000 рублей, доплата того стоит. Собственно, менять фундамент, это кулер и плату смысла снова нет. Процессор все так же не особо горячий, если не баловаться серьезным разгоном. Так что GAMMAX 200T хватит без проблем. Аналогично и по плате. Цепи питания без проблем выдержат шестиядерный CPU, да и четыре слота ОЗУ лишними не будут. Что касается видеокарты, то у нас в студии новинка. Здравствуйте, проходите, это NVIDIA GeForce GTX 1650 Super. Она стоит на пару тысяч дороже AMD RX 570, зато и на 20% быстрее. Как итог, ей по зубам большая часть современных тяжелых игр, даже на высоких настройках графики. Ну а классика типа Ведьмак 3 будет просто летать на ультрапресете. Конечно, несколько печалят 4 гигабайта видеопамяти, но стоит помнить, что видеокарту продают всего в кавычках за 10-11 с половиной тысяч рублей, а вся сборка выйдет как средняя зарплата россиянина в месяц. Ну и раз мы жируем и метем на высокие ультра настройки, 8 гигабайт ОЗУ уже недостаточно. Берем две планки по 8 гигабайт от тех же Crucial. Она без проблем возьмет 3000 МГц, а если повезет и выше. Хороший результат для планок по 2000 рублей и вполне достаточный для Ryzen 5 2600. Сумма сборки в 40 тысяч рублей наконец-то позволяет нам не экономить на накопителях. Так что берем как SSD на 240 гигабайт от того же Western Digital, так и классический HDD от Seagate Barracuda на 1 терабайт. А на такой связке будет и система быстро работать, и половина библиотеки Steam поместится. Блок питания также слегка улучшен. Залман отлично себя показывает с бюджетным железом, но раз у нас нашлась лишняя тысяча рублей, стоит доплатить до бронзового Be Quiet Sustem Power 9 на 500 Вт. Это достаточно тихий, производительный и качественный блок питания, который без проблем выдержит дальнейший апгрейд системы до Ryzen 7 и более мощную видеокарту от Nvidia или AMD. Ну и разумеется, мы уже можем побаловать себя корпусом получше. Конечно, вы все еще можете собрать свой игровой ПК в жестянке за тысячу, но если вы хотите лакшери и красоты, в пределах 40 тысяч можно раскошелиться на AeroCool Cyclone Mini Black. А еще у него есть красивая RGB-подсветка спереди. В общем, неплохой корпус за 2000 рублей. В итоге, как видите, имея даже в кармане деньги, которых хватит разве что на консоль типа Xbox One X, вполне можно собрать игровой ПК, который будет вас радовать как минимум пару лет. Конечно, имея больший бюджет, можно собрать и более производительный ПК для игр 2К или даже 4К. Такие сборки мы стараемся публиковать в нашем сообществе ВКонтакте под хэштегом сборка, но даже базовая сумма в 30 тысяч рублей позволит получить неплохой геймерский компьютер. Не забудьте поставить лайк, это лучшая оценка для нашей работы. И подписывайтесь, если вы еще не с нами. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Михаил Крошин, канал Мой Компьютер. До скорых встреч.